О змеях ходит плохая слава. Возможно, это из-за проделок злополучного библейского змея в Эдемском саду. Но змейки-то бывают разные. Эти крошки, к примеру, настолько милые, что от страха, который мы испытываем при виде присмыкающихся, не остается и следа. Но сегодня речь не о них. В общем, речь сегодня пойдет о самых опасных змеях. Представляем тебе топ-5 самых ядовитых змей в мире, от которых стоит бежать, не оглядываясь. Ставь лайк, а мы начинаем. Пятое место. Филиппинская кобра. Речь об одной из разновидностей – филиппинской. В отличие от своих собратьев, которые в принципе особой опасностью не отличаются, весьма агрессивно. Антидот необходимо ввести не позже 30 минут, потому как по истечению данного времени наступит смерть. И это при том, что существует противоядие уже давно. Причина высокой смертности – паралич дыхательной системы, которая остановить порой не удается. Список самых опасных змей попадает вполне заслуженно, потому как обладают сильным ядом. Среди кобар наиболее токсичны. Единоразово впрыскиваемая доза достигает до 250 мг. Может не только кусать, но и плевать в глаз с расстояния до 3 метров. Четвертое место. Черная мамба. Черная мамба старается улизнуть от встречи с угрозой, становясь опасной только в безвыходной ситуации. Длину тела до 3 метров и количество выпускаемого яда при многократной атаке жертвы способно выпустить в нее 400 мг. Также можно отнести к критериям, характеризующим как одну из самых опасных змей. Противоядие нужно успеть ввести в течение первых 20 минут после нападения. Черная мамба развивает скорость до 11 км в час. Главное качество, благодаря которому попадает в число самых опасных змей. Преследует жертву и нападает снова и снова. Местные жители, ареал обитания Южная и Восточная Африка, прозвали укус черной мамбы поцелуем смерти. Третье место. Малайский крайт. На третью строчку рейтинга рептилия вползла в первую очередь за содержание яда. Токсины в нем настолько разнообразны, что сложно подобрать противоядие. Кроме того, опасность для людей заключается в том, что любят крайты сухие места, поэтому в дома встретить их можно частенько. Зубы у данной разновидности змей небольшие, но способные прокусить легкую одежду, которая характерна для региона их обитания, обитателю Индонезии и Малайзии. Положительными сторонами крайта можно назвать их яркий окрас. Не заметить в доме либо во дворе сложно. И ночной образ жизни, что уменьшает количество встреч. Второе место. Мулга. Еще одна представительница австралийской фауны. Напасть коричневый король, так еще величает змею мулга, вполне может и без видимой причины. Повадки у мулгой различны. Змея может броситься в погоню, если рассержена чем-то, но чаще всего предпринимает один бросок. Если попытка удачная, впивается зубами жертву и крепко держит некоторое время. Токсичность яда не слишком высока. Здесь большую роль играет факт, что он поступает в организм жертвы постоянно, пока мулга держится зубами. Доза одного укуса до 150 мл. И оно увеличивается, пока змея не упустит добычу. Первое место. Самая опасная змея в мире – тайпан. Поделить первое, второе и третье место по опасности сложно, однако непременно в этой тройке призеров найдется место тайпану. Основной средой обитания является Австралия. Яд тайпана обладает нервно-паралитическим эффектом, оказывает воздействие на свертываемость крови, что способствует проявлению тромбов и закупориванию ими сосудов. При атаке присмыкающегося в организм попадает от 120 до 400 мг токсичного вещества, поэтому, если не оказать помощь, то в течение 4-12 часов наступит летальный исход. Смертность высока. До 50% случаев жертву не удается спасти. Титул одной из самых опасных змей заслужил за зубы длиной 13 мм, сильнодействующий яд, быструю реакцию и резвость, габариты тела. Ведет змея дневной образ жизни, что увеличивает шансы на встречу с ней. Тайпан агрессивен, причем сам оценивает угрозу. Достаточно ему решить, что от кого-то исходит опасность, как следует несколько подряд бросков рептилии. Наибольшее количество жертв фиксируется в австралийском штате Квинсленд. Змеи обитают на всех континентах, но самые опасные водятся в Австралии, Малайзии, Индонезии и Африке. Особо стоит избегать встреч с тайпаном, мулугой, малайским крайтам, черной мамбой и филиппинской коброй. Да, уж этих представителей фауны лучше наблюдать на расстоянии. Так будет лучше для всех, и для змей, и для человека. Покажи этих наводящих ужас змеек своим друзьям. Какие вам еще известны змеи-убийца? Пиши в комментарии. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, а также подписывайся на канал. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить много интересного.